Весенние полевые работы уже завершены, а пора уборки урожая и сенокоса еще не наступила, чуваши отмечают свой традиционный национальный праздник Уяв. В переводе Уяв это соблюдение народных традиций и обрядов. Сегодня мы посвящаем наш Уяв году семьи в Российской Федерации. Мы празднуем чморский праздник Уяв на гостеприимной Аль-Киевской земле в селе Сент-Перме. Туристический комплекс Новый Сувар, где проходит Уяв, и который расположен на гостеприимной земле Аль-Киевского района Республики Татарстан, в этом году приехали около сотни творческих коллективов из разных районов Республики и десятки тысяч жителей. Чувашии, Мариэл, Татарстана, Нижегородской, Ульяновской областей и многих других регионов по Волжье. Новый Сувар строит и развивает группа народных предприятий Звениговский, Хозангаевская, Алексеевская. Идейный вдохновитель и инициатор строительства этого уникального комплекса и проведение в нем праздника Уяв, председатель народного предприятия Звениговский Иван Иванович Казанков. Звучит музыка Уяв – это праздник, во время которого разные улицы, села, деревень устраивают свои круги и соревнуются в пении и танцах. Молодежь водит хороводы, а девушки гадают на своих суженых. Все, кто принимает участие в Уяве, надевают самые яркие и светлые наряды. Возрождение традиции столь масштабного празднования Уява в селе Сектерме было приурочено к столетию создания СССР и началу строительства туристического комплекса «Новый Сувар». Кремля и музея от Сахиды-ракет, экспозиция которого призвана показать историю развития советского государства через историю родного села Ивана Ивановича Казанкова. Уяв – это национальный праздник Чуваш, его проводили силами татарского народа. Нам как-то обидно стало, что Чувашский праздник проводят татары, а мы сами чуваши в стороне. Поэтому попросили разрешение у Рустама Нургалевича, президента в то время Татарстана. Он обоими руками «за» сказал, я за дружбу народа. И вообще по жизни мы всегда были вместе. В этом году уже собрали, народу вполне достаточно. Я рад такому большому количеству. И мы всегда будем собирать и будем радоваться, когда Чувашские праздники и вообще любые праздники, хоть у татар, хоть у русских, будут проводить у нас. Вот для чего нужен уяв. На этот раз в гости к Ивану Ивановичу Казанкову приехали первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин, депутаты фракции КПРФ в Государственной Думе Артём Прокофьев, Владимир Исаков, Сергей Казанков, Алексей Курин, Ирина Филатова, Анжелика Глазкова. А также делегации партийных отделений КПРФ Приволжского федерального округа и сенатор Айрат Гибаддинов. Мы вспоминаем, как два года назад здесь проходил первый большой праздник и видно, как серьёзно преобразилось это прекрасное место. Сколько энергии и созидания вложено Иван Ивановичем и трудовым коллективом в развитие этого прекрасного праздника. Иван Иванович Казанков сам олицетворяет дружбу народов. Человек, родившийся в татарско-автономной Советской Социалистической Республике, в Чувашском селе, отдал более 50 лет производству прекрасной Республики Мариэл. Столь масштабные торжества, посвящённые празднику Уявс и Корме, были бы невозможны без участия народного предприятия Звениговский. Трудовой коллектив объединения народных предприятий Звениговский, Хузангаевский, Алексеевский вкладывает немалые деньги в развитие проекта туристического комплекса «Новый Сувар» и музея Цахидо «Ракеты Восток», посвящённого столетию образования СССР. В музее собраны уникальные экспонаты, которые рассказывают о том, как развивалось сельскохозяйственное производство в родном селе Ивана Казанкова во время становления и существования Советского Союза. За каждым экспонатом, сейлкой, веялкой, комбайном, грузовиком, трактором история конкретного человека, который на этой технике работал. Иван Иванович Казанков считает, что воспитание настоящих патриотов начинается именно так, через конкретную историю своих односельчан. На самом деле, вот в этом прекрасном месте соединяются все эпохи и культуры нашей страны. Мы проходили прекрасную площадку, посвящённую 225-летию со дня рождения Пушкина. Иван Ивановичем и его коллективом построен замечательный парк культуры, посвящённый столетию Великого Советского Союза. А нужно сказать, именно в годы Советского Союза, национальным культурам республик, входивших в состав СССР, было уделено особое внимание письменности, культуру, изучению языка. Мы думаем, что эти лучшие традиции будут продолжаться. Мы благодарим всех тех, кто приезжает сюда, и уверен, что десятки тысяч жителей нашей страны, да и за рубежа, обязательно будут посещать это прекрасное место и участвовать в этом празднике. Чуваши – третий по численности народ республики Татарстан после татар и русских. На сооружении туристического комплекса, в котором проходит уяв бок о бок, трудятся узбеки, армяне, азербайджанцы, татары, чуваши, русские и многие другие национальности из республик бывшего СССР. Здесь ценят, уважают и соблюдают принципы национальной политики, заложенные ещё во времена СССР. Сегодня праздник чувашского народа на территории гостеприи Татарстана. Наши поволжья очень многонациональные, и поэтому все народы между собой дружны. Мы, люди безотказные, всегда помогаем друг другу. В наших языках есть слова «уки», «сюг», «юг». Это всё означает «нету», потому что слово «нет», «отказ» у нас не существует. Мы всегда помогаем друг другу и стараемся сплочённо двигаться вместе. Спасибо русским, что они дали тот язык, на котором можно общаться между собой. И благодарю организаторов, благодарю чувашский народ, что он умеет сплачивать вокруг себя и проводить такие мероприятия. Может быть, даже сумбурно сказал, не готовился. Но я всех очень рад вас видеть, и давайте продолжать эти праздники ежегодно. В программе праздника – песни, танцы, обряды, быты, национальная кухня. Поэты и писатели посвящают свои выступления творчеству чувашских поэтов Петра Хузангая и Михаила Сеспеля. Творческие национальные коллективы приехали на Уяв, напомним, из многих регионов страны. В программе – состязания гармонистов, частушки, конкурс танцев. Эдуард Бахмисов, художественный руководитель комплекса «Новый Сувар», накануне уява рассказывает нам, как в свое время 17-летний Константин Иванов написал на чувашском языке знаменитую поэму «Нарси». Это имя красавицы с трагической судьбой, которую выдали замуж за нелюбимого старика. Поэму переводил на русский чувашский поэт Петр Хузангай. Она неоднократно ложилась в основу театральных спектаклей и по праву считается всемирно известной жемчужиной чувашской литературы. История воплощения образов героев этого лироэпического произведения тесно связана с селом Сектарме, где сейчас проходит уяв. Выходит из этой деревни, на сцене этого театра, Национального театра Чувашии, играл роль Тахтамана. Тахтаман – это отец Нарспей, этой девушки. А вот мать этой девушки, жена Тахтамана, получается, играла женщина, будем говорить женщина, которая вышла замуж за жителей этой деревни, нашего народного поэта Петра Хузангая. Эдуард Бахмисов показывает нам рисунки, на которых изображены иллюстрации к сценам из знаменитой поэмы. В голове, значит, вот как-то вот, как-то мы пропускали, и через сердце пропускали, да. И вдруг у Ивана Ивановича сидим однажды за столом, да. Почему не построим музей Нарспей? Давай музей Нарспей построим. И главное, значит, лица показываем здесь, вот они лица, конкретные лица. Показываем наших жителей, которые играли в этом спектакле. Фигура Нарспи уже сделана и стоит в фойе административного здания комплекса Новый Сувар. Она из дерева. Местный умелец выпилил ее бензопилой. Недаром Новый Сувар называют местом силы, где возможна реализация любых творческих планов. Без участия народного предприятия и лично Ивана Казанкова такой проект строительства музея реализовать было бы невозможно, подчеркивает Эдуард Бахмисов. Нет, даже такой вопрос не можем задавать, еще поднимать не можем, это невозможно. Сегодня пусть все, какой бы национальности ни были, все пусть чувствуют, как у себя дома и празднуют этот праздник. И у всех на душе было, чтобы весело, праздничное и хорошим настроением провели этот праздник. Таудавусь! Зур-Рахмет! Спасибо всем! Праздники такого уровня, как этот Уяв, имеют республиканское значение. Свою поддержку в разработке сценария организации Уява оказали власти Алькеевского района, Республиканский центр развития традиционной культуры, Ассамблея и Дом дружбы народов Татарстана, Чувашская национальная культурная автономия в Республике Татарстан, власти Республики Чувашия и Министерство культуры Республики Татарстан. Я рада вас приветствовать и сердечно поздравляю с этим прекрасным, ярким, насыщенным праздником Чувашской культуры Уяв. Этот праздник является символом сохранения традиций Чувашского народа и передачи их молодому поколению. Воспитание молодого поколения в духе сохранения традиций, устоев и самое главное самосознания. И в Республике Татарстан проживают представители 175 национальностей. В единстве и в нашей дружбе наша сила, сила нашей России. Сегодня этот праздник единения и веселья народных традиций, обычаев, стал связующей нитью между прошлым, настоящим и будущим Чувашского народа. Собирает представители разных поколений, сплачивая не только Чуваший, но и многонациональное российское общество. Уверена, что ваша деятельность будет способствовать дальнейшему укреплению культурного сотрудничества между Чувашской республикой и Республикой Татарстан. Все мероприятия, организованные в рамках Уява, проходят одновременно на нескольких сценах и подиумах в комплексе «Новый Сувар». Культурно-эднографический проект, который создаёт народное предприятие «Звениговский» под руководством председателя Ивана Ивановича Казанкова, имеет три центра притяжений. Каждое поколение найдёт здесь что-то привлекательное для себя. В музее от Сахи до Ракеты представлены орудия труда земледельцев в период остановления и развития СССР. В Кремле «Новый Сувар», который сейчас строит, будут собраны артефакты, связанные с культурой древних Чуваший, народа Сувар. А туристический комплекс «Новый Сувар» предоставляет все возможности для семейного отдыха. Накануне «Уява» Иван Иванович Казанков рассказал нам, как начинался этот масштабный проект. Тут вот так получается. Я ведь «Уява» только хотел провести сначала. А потом пошло-пошло-пошло, поехало. И Сувар начали, и вот сто лет СССР к «Уяву» мы уже этот парк заложили. Это проект такой динамичный, всё время развивающийся. И, в общем сказать... Вы правильно выразились. Всегда динамичный, если не будет. Я говорю, застой он смерти подол. Застой не должен быть. Любой вещь в развитии должно быть. Тогда никогда не пропадёшь. Вот это вот профилактория называем мы. У нас вроде и грязи есть, и прочие, и лечебные, курортные зоны. У нас тут места, вы видите, не на большой дороге, не около городов, заводов нет тут рядом. Там исключительно свежий воздух, и время-то можно нормально провести. Тут вот и по лесу прогуливаться. Иван Казанков не скрывает, что строит он не просто место для отдыха и наглядного изучения истории чувашского народа, и возможностей, которые ему предоставило становление и развитие страны Советов. Он строит центр силы, который призван аккумулировать здоровое начало общества. Это начало, правильно вы сказали. А дальше уже, я думаю, оно больше и больше, как снежный хом, будет нарастать. И параллельно вот посёлки строим. Развиваете всю инфраструктуру. Да, да, да. На сектор, мы говорят, сильно изменилось. Да, собственно, что говорят, я же вижу. А вот именно. Крупнейшее в России объединение народных предприятий Звениговский, Хозангаевский и Алексеевский вкладывает деньги в развитие сельской территории, на которой живут его работники. В ремонт школы, в строительство детского садика, в строительство жилья. Посмотрите сами, какие новые улицы появились в селе Сектерме за последние годы, после того, как хозяйство Хозангаевское вошло в группу народных предприятий. Ведь ещё недавно здесь царила полная разруха. Напомним, именно в этом и заключается принципиальное отличие народных предприятий на селе от иных форм хозяйствования. Коллектив работает не на дядю с широким карманом, а для себя. И прибыль распределяет и тратит для улучшения качества жизни всех членов коллектива. И каждый член коллектива вправе рассчитывать на поддержку всех. В рамках процедуры награждения почётными грамотами среди многих других сотрудников объединения народных предприятий на сцену пригласили Константина Чугунова. Константин – механик производства в Хозангаевском. Сейчас – доброволец, участник СВО. В родном селе в отпуске – по ранению. Сейчас просто. Мы очень долго отбивались от них. Ну, пару дрон, ну, штуки три дрона сбили. Один сброс, второй сброс. Ну, они никак не могли нас достать. Потом, когда меня уже задело, я уже другой кричу, что я трехсотый. Начал ползти к нему. Подлетел ещё один дрон. Скидывает. Ну, кассету. Она бац, рядом, прям вот, рукой я мог достать. Не сработал. Бац, вторая. То есть спасло то, что они не сработали? Не сработали. А я уж тогда не мог перевернуться, ничего, когда они ушли. Я слышал, они щелчок, а уже от них убежать не мог. Константин ушёл на СВО добровольцем. Меня многие отговаривали, рассказывает он, от своего решения не отступил. Чё я потом детям скажу? Папа, ты где был, когда эта страна в таком положении была? Я решил, ну, принял такое решение, что надо идти за село, за семью, за детей. Константин немного рассказывает в подробностях о том, как воевал. Больше про то, как дома и стены лечат. Этот дом он строил вместе с супругой, с помощью хозяйства. Ну, когда начинали мы строить, на этой улице это первый дом был. И постоянно техника, то это, то это надо привезти. Склад нам предоставили, чтобы материалы хранить. Вот помаленьку, вот насчёт техники очень сильно помогало. И мы, у Ивана Ивановича, занимали деньги на строительство дома. У нас не хватило денег своих. В седьмом начали мы вроде, в одиннадцатом переехали. В народном предприятии есть несколько программ, которые помогают сотрудникам построить свой дом или получить достойное жильё за ежемесячную фиксированную символическую плату. Предоставление собственного жилья лежит в основе социальной программы поддержки сотрудников в Хозангаевском. Впрочем, в сложной жизненной ситуации хозяйство помогает своим не только жильём. Евгений Михайлович договаривался, первые же дни отправил меня в больницу в Казань, ну, на обследование. Ну, там правильно меня лечили, неправильно. Нашла врачей, дала машину, свозили меня в Казань, проверили и привезли домой. Как сложится дальше судьба, Константин загадывать не спешит, здоровье покажет, а пока восстанавливается и ждёт честно заработанных в рамках СВО денег. Ну, 3 миллиона. Через 2 недели они должны были прийти. Прошло уже там 2 месяца, они ещё не приходят. Просто ждём, 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 ждём. На момент, когда мы снимали этот репортаж, семья Константина, обещанных за ранение, выплат ещё не получила. Деньги им нужны не на новые «Жигули белого цвета». Лечение и реабилитация в России сейчас дело не дешёвое. «Хозяйство делает всё для того, чтобы реабилитация была достойной», говорит Евгений Чугунов, директор народного предприятия. Кто бы ни был на войне, для нас все авторитеты. И с приходом, с войны, дай бог, с победой вернуться, мы ему работу предоставим, лучшие условия для него не создавать. Не забывают в хозяйстве о тех, кто ещё и сейчас остаётся на поле боя. А поддержка какая-то материальная будет. Очень большая. Ежемесячно мы в гуманитарную помощь отправляем. Крупы, тушёнку, консервы. Я лично с хозяйством выделяю машину, грузовик, прицепом, доправляю и с района ежемесячно отправляем для своих ребят адресно. А то говорят, ну так в гуманитарную помощь отправишь, там говорят, что не доходит до ребят. Потом появляются в магазинах и продают продукцию. Мы стараемся, вот те, кто ушли от нас на войну, адресно. У нас есть человек, душман погонял у него в афганскую войну, прошёл, вот он сам ездит, в гуманитарную собирают и адресно нашим ребятам раздаёт. Для того, чтобы мы могли спокойно провести этот уяв, наши ребята опасную работу делают там, за ленточкой. Неоднократно слышали мы в хозяйстве. Тем временем за масштабными мероприятиями на этом уяве, которые мы вам показываем, стоит и большая научная работа, которую проводят учёные-историки. Рассказывает Евгений Чугунов. На самом деле, историческое название должно быть. И это же как в переводе с эктерметр обозначает колыбель. И мы вообще вот сейчас изучаем историю. Был здесь вот древний город Сувар. Древний город был Сувар. Тогда ещё было болгарское государство. До монгодского нашествия. И вот сейчас мы строим новый Сувар, туристический комплекс. Как бы дружба народов. И как бы мы являемся, наше село является колыбелью этого Сувара. Уяв завершён. Возвращаются трудовые будни. Впереди уборка. А потом ещё один уяв в следующем году. И готовиться к нему начнут, скорее всего, уже осенью. Это часть плана дальнейшего развития объединения народных предприятий. А план развития в ситуации, когда горизонт планирования у многих сейчас в России сократился до недели или месяцев, может себе позволить только социалистическое предприятие. Вот так уяв стал колыбелью сохранения традиции. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok